Всех приветствую! Наступила новая неделя и на рынке у нас снова позеленело. Альткоины в основном у нас растут. Биткоин за последние сутки вырос на 4%. Давайте подробнее разберем, что у нас сейчас происходит на крипторынке. За последние 24 часа на биткоине у нас выросли шорты. То есть после роста вот этого на 4% трейдеры не сильно верят, что рост продолжится. И решили немножечко прибавить шортовых позиций. Ланги также не закрываются, но по сравнению с шортами их прибавилось значительно меньше. По лайткоину примерно одна и та же картина. Плюс 3% лангов, плюс 1,4 шортов по эфириуму. Значительно сократились ланги. Даже на графике видно, как они резко обвалились. Шорты при этом сильно не выросли, но ланги решили трейдеры прикрыть. Минус 20% за 24 часа. И по риплу примерно те же самые показатели. Плюс-минус 2% по лангам и шортам. Больших изменений не наблюдается. Что касается страха, то в выходные страх у нас был снова экстремально низким. Показатель был экстремально низким. Страх, естественно, был максимальным. 10% на десятки. Сейчас он тоже экстремальный, но поднялся уже до 18. Стоило немножечко отрасти битку на 4%. По графику мы видим по истории, что десятка это за последнее время это самый низкий показатель. Он был 24 мая и вот вчера 30. Сегодня он уже 18, немножко отрос. Давайте посмотрим на ликвидации. За 24 часа ликвидировано больше 71 тысячи трейдеров. 322 миллиона долларов было ликвидировано за последние сутки. Шортистов побольше, но не сильно, чем лангистов. Брилли в обе стороны. По графику это не сильно выбивает из предыдущих показателей. Это говорит о том, что трейдеры боятся заходить в позиции во время такой пележки. Экстремальный страх и даже при каком-либо движении ликвидации у нас не будут относительно большими. Давайте глянем на новости, которые у нас публикуют крупные иностранные издательства. The Economist пишет, видный экономист Вильям Буйтер однажды назвал золото пузырем 60-ти тысячелетней давности. Биткоин новее, но похож. Из этой новости можно понять, что и золото когда-то называли просто пузырем. Но прошло много лет и теперь это один из самых главных активов. Только история покажет, повторит ли это биткоин и вся криптоиндустрия. Bloomberg пишет, сокращающийся разрыв между биткоином и эфиром вызывает некоторые вопросы, которые выйдут скоро на первый план. Здесь он приводит график изменения биткоина и эфириума по месячным. За последний месяц в мае эфириум панел меньше, чем биткоин. Также Bloomberg пишет о Dogecoin. Разместили статью, которая рассказывает, что же такое Dogecoin. Это очень хорошо для тех, кто не знает, будет способствовать привлечению новых людей в покупку данной монеты. MarketWatch. Биткоин приближается к худшему месяцу с 2011 года. Автор книги «Богатый папа, бедный папа» говорит, что это отличные новости. Как всегда говорят, покупай тогда, когда все продают. Если мы приближаемся к самому худшему месяцу с 2011 года, то, намекает нам автор вышеупомянутой книги, то все помнят, что было после 2011 года. Прошло 10 лет, и биткоин вырос просто в разы. Возможно, нас ждет это повторение в течение следующих 10 лет. Давайте посмотрим теперь, какие у нас новые новости по монетам. И из важных новостей у нас ничего не добавлено. Есть небольшие новости, которые не являются важными. Но я думаю, освещать их не стоит. Вот Dogecoin у нас будет листиться на бирже ноунеймерской. Еще разные монеты, но я думаю, освещать их вообще нет смысла. Рассмотрим только важные события. Давайте посмотрим, что у нас в ближайшее время. А это завтра, 1 июня, у нас ожидается запуск основной сети на монете Bitgear. Кого эта монета интересует? Она у нас прет наверх. Кого интересует эта монета, я думаю, стоит учесть данную новость. Что у нас по другому сервису? Другой сервис у нас публикует последние новости из топ-100 монет. Здесь также нет никаких важных новостей. Единственное, что можно отметить, это Shiba Inu. Я знаю, многие ей интересуются. Она является одной из самых популярных монет в поиске CoinMarketCap. Давайте посмотрим, что это за новость по Shiba Inu. Раздача Stake Protocol. Каждому держателю дадут 1 СТК за 1000 Shiba. Снимок будет призрачным. Он будет проходить с 21 по 22 июня 2021 года. Это отличная новость. Аирдропы у нас хорошо влияют на рост монет. Если биток у нас не будет лететь вниз, то я думаю, Shiba должна у нас хотя бы дать какой-то отскок от дна. Если любители этой монеты захотят поучаствовать в аирдропе, месяц у нас завершается. И вот он рейтинг того, как разработчики работали над той или иной монетой. Из топа всей крипты в основном работали над эфириумом, Cardano, Polkadot и Solan. Основные так. Постольку, поскольку стоит отметить вообще в топе, кто у нас по разработкам. Cardano является первой. КСМ, ДОТ, эфир и так далее. Теперь давайте посмотрим, что у нас происходит на графиках биткоина и других криптовалют. По биткоину в последний раз я предполагал, что у нас здесь треугольник. Пока все это у нас в силе. Единственное, он продолжает расширяться. Треугольник будет актуален, пока не пробит. Либо вот этот хай, либо вот этот лой. На данный момент у нас А, Б, С, Д. Сейчас мы идем в предполагаемой волне Е, после чего будет снижение дальше вниз. То есть вот вблизи данной границы у нас ожидается волна 4, завершение волны 4, потом снижение в зону предыдущих лоев. Объемов по-прежнему нет. Это говорит о том, что у нас идет коррекция. И данный сценарий у нас по-прежнему актуален. Треугольник не сломан, объемы не появились, структура все это дело подтверждает. Что у нас со сценарием на лонг прямо отсюда? Если у нас здесь волна 1, а здесь волна 2, то данный сценарий также все еще актуален. Напомню, что есть вариант, что вот этот была укороченная волна 5. Здесь у нас волна 1, здесь волна 2. И сейчас можем прямо отсюда пойти пилить дальше наверх. Рисую волну 3. Пока подтверждений этому нет. Здесь нет ни дивергенций, ни роста объемов, ни какой-либо структуры. Поэтому данный сценарий все еще актуален. Но он не в приоритете. В приоритете больше у нас снижение. Снижение по завершении волны 4, волне 5. Посмотрим, что у нас на эфириуме. На эфириуме у нас также движение стало походить на треугольник. У нас хай не обновляется, лой не обновляется. И очень похоже стало на А, Б, сейчас С, Д, Е. Также нет у нас объемов. И по-прежнему здесь оба сценария актуальны. Естественно, в приоритете у нас снижение, так как объемов нет. А для разворота и похода наверх нужны объемы и заходной импульс. Здесь его пока нет. Поэтому оба сценария могут отработать, но в приоритете у нас снижение до предыдущих лоев. Даже вот этот рост наверх, давайте поближе на часе посмотрим, он у нас идет как три волны. Три волны это коррекция. Объемов также нет даже на часе. Поэтому по эфириуму, как и по биткоину, приоритет у нас на снижение к предыдущим лоям. Посмотрим Ripple. Здесь у нас также объемов особо нет. Наверх прошло три волны. Здесь пока также не отменен сценарий, при котором мы пойдем к предыдущим лоям. Если смотреть на часовике, индикатор у нас не превышает. Объемы начали расти, но их пока недостаточно, чтобы это подтверждало разворот. Но это уже неплохо. Это хотя бы что-то, а не как на предыдущих монетах. Здесь у нас слой немного сместился, поэтому расчетная зона также будет немного в другом месте. В данной структуру у нас напоминает три волны пока что. А, Б, сейчас мы идем в С предположительно. И вот данная зона отмечена как раз для нее. По Ripple пока также в приоритете у нас поход вниз. Подтверждения на разворот пока нет. Давайте посмотрим доминацию биткоина. И после резкого роста доминации у нас опять пошло снижение. И сейчас пока идет проторговочка. Если мы пойдем дальше вниз, потому что мы не пробили скользящую среднюю, нарисовали вверх всего три волны, если мы не пойдем увеличивать доминацию биткоина, то это будет хорошим шансом на то, чтобы во время флета биткоина альткоины стреляли наверх. Парочку монет из комментариев. Одна из них Дот Палка Дот. В последний раз мы его смотрели здесь. И здесь у нас... Да, здесь не было никакого прогноза. Здесь у нас был непонятный момент, куда мы ни туда, ни сюда. Поэтому посмотрим, изменилось ли что-либо у нас на данной монете. Если смотреть на дневки, то у нас индикатор вниз. Объемы также не превышают. Возможно, даже если в совокупности смотреть, то тоже они будут внизу. Давайте посмотрим. Еще один объем. Ну вот самый большой объем у нас был внизу. Пока этого распределения не видно, я думаю, мы еще сможем пойти наверх. Давайте глянем на 4 часа, что у нас локально, как дело обстоит. Вообще, все это похоже, конечно, на завершенный импульс, который сейчас корректируется. Перспектива у данной монеты есть, но пока рано о них говорить, потому что разворота в коррекционной волне пока так и нет. Здесь идет у нас явный импульс на объемах, а если это импульс, то есть большая вероятность, что будет и второй импульс, и тоже вниз. Из того, что показывает нам график, здесь я вижу вот такое движение, что это у нас идет всего лишь волна А в коррекционной волне 2. И даже она еще не завершена. 1-2, предположительно волна 3. Сейчас мы также в четверке, как и по биткоину. У нас все ждет снижение в волне 5, и это будет еще не завершением всей коррекции. Это будет всего лишь одна волна из минимум 3 волн АБЦ. Давайте прикидем, куда тут можно разместить зоны. Если это был пик, пока просматривается аж вот здесь. Зона, куда может пойти полкодот. Минусовое значение, естественно, тут смысла брать нет. Расчетное значение. Расчетная зона у нас очень-очень и очень низко. Естественно, первая зона – это предыдущий лой. Вот сюда. Если будет отыгрывать данный сценарий, то первая зона, где он может развернуться, это предыдущий лой. Вот здесь. Если полетим ниже, уже будет, конечно, не так весело для держателей полкодота. А если еще учесть, то, что мы вот смотрели эти объемы, вот здесь основные объемы. В принципе, до них мы можем исходить. Почти до них. Я думаю, все-таки тот, кто здесь покупал, не даст продавить ниже. Но вот до 10-ти то вполне-вполне можем исходить. До 8-ти, до 10-ти. При самом таком, я скажу, не очень в веселом раскладе. Это зона вполне себе достижимая. А тем более, еще у нас еще ожидает волна ци. Потенциально. Это все мои предположения. Это все из того, что показывает нам график. В данный момент я могу посмотреть. Ситуация может измениться, но это один из вероятных сценариев, который, я думаю, вижу не только я. Полкодота не очень тут веселая перспектива. Еще одна монета попросили. СРМ. Ее мы еще ни разу не смотрели. Посмотрим на дневках. Здесь объемы. И здесь, в принципе, похожая ситуация, как и на полкодоте. Думаю, вот отсюда нужно отмерять волны. И здесь также все это смахивает на завершенную структуру, на завершенный импульс. А значит, даже при самом лонговом сценарии, что это была волна 1, сейчас мы идем в волне 2. Снижаться мы можем еще дальше. Хорошо, вот, кстати, что мы на дневке вот здесь вот тормознули на этой скользящей. Это дает шанс оттолкнуться именно прямо отсюда. Но по структуре здесь просматривается точно такая же ситуация, как на полкодоте. Что это у нас еще волна А, Б и С ожидает. Это похоже на волну 1, 2, 3. Сейчас мы в четверке. Еще неизвестно, завершена ли она и ожидает нас пятерка. Сильно низкие уровни расчетные рисовать не буду, потому что пока мы еще даже не дошли до предыдущих лоев. Единственное, можно рассмотреть, завершили ли мы четверку. Но вот в четверке расчетную зону мы не достигли. Можем, в принципе, еще наверх дать дорисовывать четверку, но это уже не обязательно, потому что здесь также мы хаи не обновляем, лои не обновляем. Это очень походит на треугольник. И вполне можем где-нибудь, где-нибудь завершить его и пойти ниже. Но это все пока догадки из того, что видно прямо сейчас. Вот они объемы. Вот она третья волна. Импульсная волна. 1, 2, 3. Потенциальная волна 4, 5. Импульс вниз. От него должна быть коррекционная волна и потом еще одна волна. Импульсная волна С. Это самая простая коррекция. Естественно, она может еще усложниться. Здесь мы можем и треугольник нарисовать, и какой-нибудь там WXL нарисуем из треугольника в волне связки. Все, что угодно. Пока из того, что нам предоставляет график, это явно похожее движение на импульс. Поэтому стопы, стопы, еще раз стопы. Всегда их нужно использовать. На этом сегодня все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите в комментариях свое мнение. Всем удачи на торговле и счастливо! Субтитры сделал DimaTorzok